Я говорю вам точно, когда у вас нет денег, когда у вас ситуация долгие, давление, вы чувствуете, что тему все начинают давить, вы начинаете говорить, я процветающий, при изобилующем помазании, я помазан, я даю взаймы, я раздаю деньги, я жертвую большие деньги. На свои мысли разочарования исповедую победу, исповедую радость, скажи, горе сей, пересядь в море и не сомневайся. Вот что такое вера. Брагоценные братья и сестры, сегодня я благословляю вас, пусть милость Божья пребудет с вами. Вы должны знать всегда, что Бог на вашей стороне, и у вас есть всегда его неограниченные ресурсы для того, чтобы выйти из любой проблемы. Самое главное, вы должны знать, что у Бога есть все для нас. Самое главное, чтобы мы, как можно сказать, его операторы, так сказать, его менеджеры здесь, на земле, для нашей же жизни, умели правильно распоряжаться тем, что он нам доверил благодаря крови и Господа Иисуса Христа. Вы должны понять, что в нашу жизнь пришло все. Когда-то, давно еще, я прочитал такие слова, что во Христе мы имеем полноту. Вы знаете, когда я прочитал эти слова, во Христе мы имеем полноту, я был реально потрясен. Это было интересно. Вы знаете, удивительным было то, что полнота. А что такое полнота? И вдруг я стал понимать, что полнота – это как раз тот момент, что когда тебе что-то нужно, у Бога уже давно это готово. когда Писание говорит, что кого Он предузнал, тех предопределил, а кого предопределил, тех призвал, тех и оправдал. Знаете, говорится, что Он с нами как будто прожил уже эту жизнь. И Он… В нем мы имеем полноту, в нем есть все ответы для любой твоей ситуации. Ты говоришь, нет, но моя ситуация, в ней нет ответа, потому что я виноват, потому что я человек, который сделал что-то, принял такое решение, после которого выхода нет. Ты знаешь, мне хочется сказать тебе, у Бога есть ответ на все. Теперь послушайте, когда… Мне хочется сказать пару хороших слов вам, чтобы вы знали пару таких мыслей. Даже просто когда сегодня к вам приходят какие-то негативные мысли, в принципе, приходят всегда одни и те же негативные мысли. Есть своего рода выработанная система вашего мышления, ваших каких-то… срывов в… может, в гневе, может, в каких-то обид скрытных, может быть, какой-то жадности. У вас уже отработанные и отшлифованные реакции на то, что делает Бог. Даже когда вы слышите проповедь о финансах, у вас уже сразу же моментально есть определенная реакция. и это гиммунитет, понимаете, против того, чтобы Бог двинулся в вашей жизни. Но дьявол находит пути, как вселить в вас плохие эмоции через мысли. Ведь мысль рождает эмоцию. Мысль – первопричина всего. И только благодаря мысли мы можем быть счастливы и можем быть несчастливы. Я вам хочу сказать, что на самом деле мыслить негативно, просто мыслить негативно я не хочу, я не буду. Может, не получится. Может, не получится, потому что невозможно образовать пустоту. Эти мысли нужно заменить другими мыслями. И мы учимся и говорим, да, что нужно заменить негативное помышление заменить позитивными. Но сегодня я хочу немножко помочь вам и дать вам более конкретную мысль, которая поможет вам реально. и вам будет легче справиться с этой задачей. У вас должны быть заготовлены, можно сказать, патроны. Заготовлены определенные исповедания, определенные мысли, которые вы проговорите в случае того, когда придет искушение, повторится ситуация и сработает старая система. И вдруг в тебе поднимется обидчивость, в тебе поднимется какой-то гнев, в тебе поднимется старые какие-то слова. В этот момент ты уже должен быть как заряженный пистолет. И ты должен просто сказать, я спокойный, я победитель. Когда к тебе придут мысли, я разочарован, я слабый, я ничего не смогу, меня повсегда не замечают. Ты должен на все на это иметь свой патрон. И у каждого должны быть свои патроны. И вот этот момент очень и очень важный для тебя. Поэтому прошу тебя, заряди свой пистолет. И как только приходит негативная мысль, приходит искушение, и за мыслью последуют эмоции, последует целая череда событий. Знаете, из-за таких мыслей у людей потом происходит даже... Происходят целые разводы. Семьи разводятся, представьте себе, только из-за того, что они в какой-то момент не смогли справиться с теми, с той старой системой своего мышления, которую дьявол выработал в них. Итак, вот о чем я вам скажу. Если вы чувствуете, что вот у вас не получается что-то в бизнесе, приходит разочарование, у вас должен быть заряженный патрон сразу же. Я победитель. Я процветающий. Вы снова согрешили. Вы снова просто опускаются руки. Вы говорите, я праведник во Христе Иисусе, через кровь Иисуса Христа. Я праведник. Я праведник. И вы увидите, как помазание наполнит вашу комнату. Я говорю вам точно, когда у вас нет вообще денег, когда у вас просто ситуация, долги, давление, вы чувствуете, что тему Иисусе начинает давить. Вы начинаете говорить, я процветающий, преизобилующим помазанием. Я помазан. Я даю взаймы. Я раздаю деньги. Я жертвую большие деньги. Я, знаешь, говори с верой. Иисус, Он сказал такие слова, что как нам вообще нашу веру, которая есть у каждого внутри. Нет людей, у которых нет веры. Бог сотворил человека, Он вложил в него веру. Ну, как ее активировать? И он открывал этот секрет. Он говорит, скажи, горе сей, пересядь в море и не сомневайся. Вот что такое веру. Он подошел к смоковнице и сказал, посмотрел, плодов на нее нет. Говорит, засохни. Да не будет от тебя плода вовек. И знаешь, что они идут назад с учениками. А смоковница-то засохла. Ты знаешь, время надо, чтобы засохло. А она быстро засохла. Вот в твоей жизни быстро все будет происходить, когда ты начнешь исповедовать правильные вещи на свои проблемы. Исповедуй правильные слова на свои проблемы. Исповедуй на свои болезни. Исповедуй здоровье. На свои мысли разочарования Исповедуй победу. Исповедуй радость. Если ты депрессивный, Исповедуй, что ты радуешься. Я, знаете, я просидел столько на Писании, буквально вот вчера это было. И это был такой момент, он так меня коснулся, когда я люблю считать послания к римлянам, и там написано, Авраам, он не поколебался в обетовании Божьим неверием. Когда видел, что Сара у труба омертвела, его, он, как мужчина, уже тоже все омертвело. Он говорит, не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере. И потом такие слова, запятая там, воздав славу Богу. И будучи потом дальше, вполне уверен, я пролежал, друзья, не один час, вот так вот просто лёг, смотрел на эти слова. Вот так вот просто. Я просто смотрел, смотрел, смотрел. Я потом ходил с этим местом Писания. И знаете что? Я понимаю, что сегодня нужно говорить. Когда он увидел, как его пытаются одолеть какие-то мысли, то вместо этих мыслей, которые должны были прийти и родить чувство неверия в нем, он начал воздавать славу Богу. Он начал говорить «Бог, я благодарю тебя! Бог, я славлю тебя! Бог, я превозношу тебя!» Понимаете, в чем дело? Когда у тебя нет денег, ты говоришь «Бог, я благодарю тебя!» Когда у тебя нет здоровья, ты говоришь «Бог, благодарю тебя!» Закрепай, за энергию, за здоровье! И послушай, ты не глупый человек, ты знаешь, что есть инкубационный период, и он бывает долгий, бывает очень быстрый. И поверь мне, сегодня Бог делается быстро. И ты уже видишь это. Знаешь, я благодарю Бога за то, что я поверил им. И ты знаешь, что? Я сегодня вижу, как ни от человеческих усилий, ни от моих каких-то трудов, ни от каких-то людей. Да нет. Я сегодня вижу здоровье крепчайшее. Я никогда не был так крепок и так солен, как я сейчас солен. Мы с Викторией вот говорим об этом каждый день, что мы никогда себя не чувствовали настолько наполненными силой, энергией, радостью, покоем. Никогда такого не было. Мы никогда не видели такого процветания. Друзья, я вам правду говорю. Процветания, которая с небес, потому что производство Бога на небе, оно не останавливается для нас. И все, что нужно, нужно верить. И нужно исповедовать истину. И нужно знать, что твое семя, оно как будто бы заводит этот механизм. Айлю, я могу поговорить об этом. Поэтому говори сегодня о своей проблеме. Как Авраам говорил, он не дал, он написал, он не помышлял в сердце своем, что тело его омертвело и у труба Сарина в омертвении. Не поколебался в обетовании Божьем, не верим, но прибыл тверд в вере, воздав, слава Богу. Свяжите теперь это. Четвертая глава послания к римлянам. Прочитайте еще раз. И там написано, что он не помышлял. Есть вещи, о которых, когда ты не помышляешь, это есть праведность твоя. Не помышлял. Видя факт, реальность, которую можно попробовать руками, увидеть глазами, но он не помышлял. Он не дал этим мыслям войти в голову. Он не дал этой реальности залезть в его голову. Он не дал этим фактам, как будто бы чуть ли не истине, залезть в голову. Нет, есть правда, есть истина. Правда может быть, что ты болен, но истина, что ты исцелен ранами Иисуса Христа. Понимаешь, поэтому, когда ты говоришь истину, Писание говорит, познайте правду, и она освободит вас. Такого нет в Библии. Написано, познайте истину, и она освободит вас. Написано, он не помышлял, что тело его во мертвении, и у труба сарена во мертвении. Тело его уже омертвело, и у труба сарена во мертвении. Не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере. Ну как же он не дал эти мысли, просто как он не помышлял, видя все это, воздав славу Богу. Он начал говорить на все это. Я благодарю тебя, Господь, что у меня все, как у молодого. Я благодарю за сару. И сара была так омоложена. Боже мой. И написано, и будучи вполне уверен, вот следствие исповедания, вера следует за тем, когда ты исповедуешь, а она как будто бы утверждается. Поэтому сегодня я говорю тебе, когда приходят плохие мысли, закрой рот своими патронами, которые у тебя готовы. У Авраама были какие-то слова, и слова эти написаны в Библии. Он воздал славу Богу. Он все время славил Бога. Когда дьявол приходил к нему, я говорил, ну что, посмотри. Когда тот пошел в туалет, он говорит, ну что ты в самом деле, как говорится, седьмой раз встаешь в туалет до трех часов ночи, и не будешь сходить никак. Он говорил, Иисус, слава Тебя. Бог мой, хвала Тебе. Аллилуйя. Я молодой. Боже мой. Аллилуйя. Аллилуйя. Знаешь что? И он благодарил. Он смотрел на сару и благодарил. И сара присоединилась к его вере. И они вместе славили. Они хвалили Бога. Они прославляли Бога. И они поменяли имена. Бог сказал, не называйте друг друга так больше. Называйте себя так, чтобы отец и мать множества народов. Так и ты не называй себя больше так, как называл. Вот оно. Назови себя отцом множества народов. Другими словами, назови себя очень богатым человеком. Очень жертвующим человеком. Очень здоровым человеком. Очень крепким человеком. Пусть милость Божья прольется на тебя сегодня через это слово. Знаешь, делюсь с тобой, потому что знаю, что на самом деле борьба с делом у каждого, каждый день. И я буду делиться с вами, братья и сестры, потому что я живу на этой земле для этой цели. И Бог всегда подтверждает мои слова чудесами и знамениями. Исцеляя больных, освобождая пленных. Но самое интересное, послушай мне, сделай, как я тебе сейчас говорю, как учит Писание. И по этому слову ты пойдешь, как по воде. Новая жизнь – это следствие принятия слова и помазания. Прими это помазание. Эммэн. Аллилуйя. Всего вам хорошего. Аллилуйя. Субтитры создавал DimaTorzok